МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час с министром в общественной палате Чуваши обсудили актуальные вопросы здравоохранения. Скромное обаяние инженерии. Вузы готовы познакомить школьников с техническими специальностями. Край 100 тысяч вышивок исполнилось 110 лет со дня рождения автора незабываемого образа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потенциал неплохой, но перед собой необходимо ставить амбициозные задачи. Такую оценку глава республики дал работе властей Бресенского района. В муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития. Какие еще задачи стоят перед местной администрацией? Подробности у Дмитрия Ковалева. На молочный завод в селе Новая Чурашево местные власти делают особую ставку. За последние годы здесь в два раза увеличили объемы производства сливочного масла. В ближайшее время намерены открыть цех по выпуску сыров и сухого молока. В муниципалитете расписана амбициозная инвестиционная программа. В планах реализация четырех проектов. Предприниматели намерены получить поддержку и из фонда развития промышленности. Кто первые десятки проектов окажется, они получат сполна. Остальные могут у нас остаться на следующий 2018 год. Поэтому зависит Александр Анатольевич от вашей, от него, от команды руководства района в целом. Если взять, как вы эффективно и быстро здесь работаете. В докладе главы администрации района звучало немало позитивных цифр. В муниципалитете развивается промышленность, агросфера, увеличиваются темпы строительства жилья. Местные власти продолжают активную работу по регистрации прав на земельные участки. Всего по району насчитывается 9931 земельные доли с общей площадью 19 700 гектаров. Из них 92% прошли государственную регистрацию прав собственности. Завершение данной работы планируется до 1 июля текущего года. Но есть и нерешенные проблемы. В районе буксует программа переселения граждан из аварийного жилья. Этот дом в поселке Буинск начали строить еще в прошлом году, но подрядчики отстали от графика. По вине подрядчика мы не можем сдать этот объект. Планируем ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2017 года. В муниципалитете ухудшились и демографические показатели. Смертность превышает в полтора раза, или точнее в 1,6 раза, чем рождаемость. Что будете делать в год матери и отца для того, чтобы перелом здесь нужно сделать? Прежде всего, это, конечно, у нас воспитательная работа. Именно по воспитанию в духе семейных ценностей. И то, что год матери и отца объявили, мы думаем, что это будет тоже толчком. И по всем данным мероприятиям, думаем, что на демографический розыск тоже у нас повлияет. Пример надо брать с этих семей. Глава республики встретился за круглым столом с многодетными родителями. Все они принимают активное участие в общественной жизни района. Семья Ефремовых недавно начала заниматься фермерским делом и рассчитывает на господдержку. В этом году, скорее всего, как христианское и вермское хозяйство, вы можете получать на общие условия, потому что нет еще репутации, нет еще оборота. А в 2018 году вы реально уже безвозмездно можете получить. Все вопросы от многодетных семей глава региона взял под личный контроль. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов и Константин Козлов. Республика. Час с министром. Новый проект общественной палаты России подхватили в Чувашии. На первый диалог общества с властью пригласили министра здравоохранения республики Аллу Самойлову. Встречу начали с новости, от которой лихорадит не только республиканский Минздрав, но и всю отрасль в целом. Чувашия попала в разряд региона, где проводятся самые расточительные государственные закупки в сфере здравоохранения. Такая информация появилась в журнале «Коммерсант. Деньги» в конце января. Издание выборочно проанализировало госзакупки в нашем регионе на сумму 283 миллиона рублей и составило собственный рейтинг. В списке контрактов всего проанализировано 596 даже не контрактов, а заявок, которые размещены на официальном сайте госзакупок, где формируется стоимость самого контракта. Это все подлежит аналитическому обсуждению. Поэтому в данном случае мне бы хотелось... Ну и так можно пройтись по каждому контракту, потому что где-то единицы измерения указаны, где-то единицы измерения не указаны. И в результате получается, что сравниваются несравнимые вещи. После выхода материала в свет глава Чувашия Михаил Игнатьев поручил провести сплошную проверку всех лечебных учреждений республики на предмет государственных закупок в сфере здравоохранения. Я уверена, что мы пройдем эту проверку достойно и представим реальную картину всех наших закупочных процедур. Ну, это очень красивая сейчас ситуация. Вот я, например, предлагаю дать опровержение газету «Горюсам» и пусть они объясняются вообще, что они имеют в виду, когда выставляют такие рейтинг. Кроме этого, члены общественной палаты Чувашия обсудили с министром проблему нехватки медицинских кадров на селе. Молодые специалисты с трудом соглашаются работать в районных больницах. Благодаря программе «Земский доктор» 309 врачей поехали в районы, но только 30% из них остались там работать. Прозвучал и вопрос о доступности медицинской помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Алла Самойлова отметила, что в больницах, поликлиниках и ФАПах постепенно проходит модернизация. Устанавливаются пандусы, расширяются лифты. Работа в этом направлении будет продолжена. Вопросов к отрасли здравоохранения всегда очень много. За час удалось обсудить лишь самые острые из них. Но участники проекта договорились, что подобные встречи будут проходить как можно чаще. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Сразу двум дням воинской славы был посвящен форум, состоявшийся в Чувашской национальной библиотеке. В торжественной обстановке здесь честовали защитников блокадного Ленинграда и участников Сталинградской битвы. Кавалера Орденов Отечественной войны и Красной звезды Александра Васильевича Рыбакова призвали в армию в 1942 году. Он даже не успел закончить 10 класс. Был направлен после спецподготовки на защиту Сталинграда в 1942 году. В составе полковой разведки вчерашний школьник участвовал в кровопролитных боях, не раз оказываясь на краю гибели. Именно там, в июльской степи, на подступах к Сталинграду он узнал и на всю жизнь запомнил цену глотка чистой воды. Вначале это была жара, 30-40 градусов. Воды нигде мы не видели. Мы мечтами не умывались. И все говорили, наши бойцы, лучше пережить голод, чем не будет воды. До того доходило, что кто поймает, может быть, там в степях какую-нибудь букошку или что, даже в зубы. Как-то расстанки прорвали линию фронта, окружили и давай перекрестным огнем поливать. Казалось, вот он край, а нет. Помощь вдруг откуда ни возьмись незримая появляется. Не обходилось на фронте без мистики, рассказывает Александр Васильевич. Я залег, потом бежит Иванов, вот в Краснодарском районе наш, побежал. Я говорю, ложись, мы же окружены. Ничего. Он побежал дальше. Ну, конечно, они пулеметами его изжистили. Вот. По мне ударил танк, наверное, метр 150 был. Я повернул вот так голову и смотрю, вроде кто-то сказал, подняться, беги. Я вскучил и бегу прямо там к этой траве. Почему он не выселил, не знаю. И таких случаев на его фронтовом пути было немало. А от Сталинграда Александр Васильевич дошел в составе Первого Белорусского фронта до самой поверженной Германии. Сегодня Александр Рыбаков и его товарищи по оружию принимали слова благодарности за великую победу в Великой Отечественной войне. Больше всего эти встречи нужны молодежи, чтобы молодежь знала, каким трудом, какими силами завоевана вот эта свобода. Хочется до молодежи тоже донести то, что русские люди, советские люди в то время, все воевали за свободу нашей Родины. И, конечно, русский человек знает, что такое война. Никогда мы не хотим войны, потому что Россия много натерпелась. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Следственное управление СКР Пучевашия возбудило уголовное дело в отношении депутата Госсовета. Его подозревают в нападении на молодого человека в одном из кафе в северо-западном районе Чубаксар. По версии следствия, вечером 28 декабря прошлого года подозреваемый, находясь у входа в кафе, расположенное в северо-западном районе столицы республики, на почве возникших во время ссоры личных неприязненных отношений, нанес один удар неустановленным колюще-режущим предметом в область живота 32-летнему посетителю кафе. Потерпевший в последующем был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. И новые технологии используют, и старые преподавательские традиции помнят. Речь про учителя математики Аликовской средней школы. Хеония Гурьевна недавно отметила 70-летие. Трудно ли заработать пятерку на ее уроке, узнавала Ольга Пырочкина. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую. Хорошо. Следующая аксиома. Больше 60 лет назад Хеония Гурьевна сама сидела в этом классе за партой и вспоминала аксиомы. Учителем математики и физики тогда работал ее отец. Пошла по его стопам и идет уже 48 лет. Наверное, в самом начале пути выбор был даже не совсем осознанный. А на сегодняшний день, я думаю, что более святой работы, чем работа учителя, другой такой работы нет. Компьютер, планшет, электронные учебники и интерактивные доски. Все новое, что появляется в сфере образования, Хеония Гурьевна берет на вооружение. Про современных детей говорит. Такие же, как и раньше, только более самостоятельные и интересные. Имя Хеония от греческого «снежное», «холодное». Коллеги говорят, это не про нее. Мы сами учителя, в то же время учимся у нее учить детей. Дети ее очень любят. Аликовская средняя школа имени Яковлева уже 4 года в числе 200 лучших сельских школ России. Почему становится понятно, когда Хеония Гурьевна строит планы на будущее. Просто быть полезной как можно дольше. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Инженеры сегодня в моде. Чтобы увлечь молодых людей техническим творчеством и сбалансировать рынок труда в школах Чуваши, уже несколько лет успешно реализуются программы инженерной классы. Сейчас к ней подключились и вузы. Ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров встретился с будущими инженерами. Непрерывное узкоспециализированное образование от школьной скамьи до поступления в вуз – главная задача проекта. Сегодня в школах Чуваши действует 120 инженерных классов с углубленным изучением физики и математики. Теперь ребята смогут познакомиться с будущей специальностью предметно. Уже сформированы группы ребят из четырех столичных школ и лицеев. На базе ЧГУ имени Ульянова они будут изучать свою будущую профессию. Практика здесь – главная составляющая. Мы проведем экскурсии на ведущие предприятия партнера университета. Мы проведем ребят, познакомим с оборудованием. Более того, дадим возможность выполнить лабораторные работы совместно с нашими преподавателями и профессорами. Я бы рекомендовал обратить внимание на такие направления ребятам, как электроника, как машиностроение, как строительство. Почему? Потому что сегодня востребованность выпускников очень высокая. Также стремительно развивается энергетика, электротехника, IT-технологии. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии, нужен путеводитель. Эту миссию и взяла на себя программа инженерной классы. Я считаю, что проект довольно хороший и стоило его вести довольно давно. Только сейчас я начинаю понимать, что университеты у нас очень хорошие. И этот проект действительно помогает нам. У учеников не будет проблемы выбирать, куда им поступать. Потому что вузы уже будут предлагать им свои варианты. С каждым годом интерес к инженерии возрастает. В дальнейшем организаторы планируют привлечь к сотрудничеству и другие школы города. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Чувашском академическом драматическом театре прошло торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения народного поэта Чувашии Петра Хузангая. На сцене театра поклонники творчества народного поэта Чувашии читали его стихи. С именем Хузангая связывают рост и расцвет современной чувашской поэзии. Он работал в редакциях многих журналов, перевел на чувашский язык произведения русских и зарубежных классиков. А на русские произведения чувашских поэтов. В годы Великой Отечественной войны Петр Хузангай работал фронтовым корреспондентом. Уже в мирное время творческую работу совмещал с общественной. Был депутатом Верховных Советов РСФСР и Чувашии. О том, каким был поэт и человек Петр Хузангай, вспоминали его жена, народная артистка СССР Вера Кузьмина, и сын, кандидат филологических наук, литературный критик от Нер Хузангай, а также друзья и художники-поэта. Был студентом Казанского педагогического института Петр Хузангай. Студент и Митта Васлея, наш земляк, приехали к нам в деревню Гости. Об этом я написала в своих книгах, в воспоминаниях моего отца, его книги «В утро зурал на юраду. Любовь, рожденная в огне». Петр Хузангай в нашем саду читал свои стихи, пил из нашего деревянного ковша, который до сих пор хранится в музее, в моем музее. Пил пиво, которое моя бабушка скипятила, сделала по чувашским рецептам. Его имя, для меня, как яркая звезда, я стараюсь равняться на него. Главным источником вдохновения для Петра Хузангая была чувашская земля. Именно он назвал республику краем 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. Этот образ до сих пор не потерял своей оригинальности и красоты. Между тем, Чувашский государственный академический драматический театр имени Константина Иванова готовится отметить вековой юбилей. Мероприятия, посвященные праздничной дате в республике, будут проходить на протяжении года. Своими планами художественный руководитель театра Валерий Яковлев поделился с главой региона. К столетию в театре готовят премьерные спектакли. Валерий Яковлев отметил, что в праздничный репертуар войдут и новые пьесы, в основу которых ляжет русская и мировая классика. В планах театральной труппы – гастрольное турне за пределы республики. В течение года артисты намерены сыграть спектакли для земляков, проживающих в Башкирии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Есть и другие идеи. Воплощать в жизнь их будет организационный комитет. Создать его намерены в ближайшие дни. Нам бы очень хотелось создать небольшой кинофильм о Чувашском театре. Тоже пока до сих пор не имеет. Каждый народ должен гордиться теми достижениями профессионального искусства, будь то в музыке, будь то в живописи, в литературе, в театре. Поэтому они должны поддерживаться на государственном уровне и поддерживаться, конечно. Это богатство народа, это культурное богатство народа. Это поднимает и уровень, и культурный уровень самого. Это народы, взаимосвязь, сохранение языка, национального языка. Моя задача всегда была, как режиссер и художественный руководитель Чувашского театра, всегда зрителю дать надежду, свет. Еще один юбилей ожидается в Чувашии в этом году. Глава республики подписал указ о праздновании столетия газеты «Советская Чуваша». Юбилей она отметит 10 апреля. «Советская Чуваша» – одно из старейших печатных изданий нашей республики, издаваемых на русском языке. Кабинету министров Чувашии поручено организовать оргкомитет по подготовке к празднованию и разработать план основных мероприятий. Сегодня в Новочубоксарском манеже стартовало первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. В республику приехали более 500 спортсменов из 46 российских регионов. В первый день соревнований прошли квалификационные старты и финалы в 8 дисциплинах. В беге 60 и 3000 метров, в барьерном беге, прыжках в шестом, толкании ядра и других. Всего за три дня будет разыграно 28 комплектов наград. Соревнования, напомню, проходят в Новочубоксарском легкоатлетическом манеже. От эпохи потрясения к эпохе созидания. В Чубоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная столетию революции 1917 года. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Хороших вам выходных. Два важнейших исторических события, которые кардинально изменили дальнейший ход развития России и повлияли на мировую ситуацию. Февральская и Октябрьская революции. Смена власти и последующие за ней явления вековой давности актуальны до сих пор. Политические потрясения в нашем мире, увы, к сожалению, не проходят. И очевидно, будут в дальнейшем и для нас уроки революции. Это действительно возможность посмотреть, а как нужно двигаться так, чтобы не переживать вот этих самых потрясений, чтобы мы двигались не революционным путем, а эволюционным. Чтобы люди, которые чаще всего страдают в результате этих революционных событий, не несли жертвы. Более 150 ученых из различных регионов России, Ешкаралы, Казани и Нижнего Новгорода обсудили ряд проблем прошлого в современном аспекте. Александр Никонов, профессор МГУ в Чебоксары, приезжает не в первый раз. В своем докладе он поднимает актуальный вопрос – национальный. В центр своего размышления и выступления я поставил прежде всего вопрос эмиграции. Потому что они сами себя ставят на первое место. Здесь нужно, во-первых, посмотреть и проанализировать те ошибки, которые допущены, скажем так, я не побоюсь этого слова, именно допущены мировым сообществом в их подходах к этническим проблемам. Это первое. И второе – это опереться на наш собственный отечественный опыт. Причем, я бы сказал, на опыт еще советский, позитивный. Одно из важнейших направлений любого высшего учебного заведения – научно-исследовательская деятельность. В Чебоксарском филиале «Ранхикс» этому уделяют особое внимание. Такие конференции проводятся ежегодно. Это возможность вузовской науки, возможность нашим преподавателям представить результаты своих исследований. Нам всегда нужно быть в курсе событий, и как современных, так и прошлых. Мы имеем возможность поучиться друг у друга, обменяться мнениями, поделиться своими научными изысканиями. Редактор субтитров А.Семкин